Привет, мои адекватные и абсолютно разумные дети космоса! С вами я, ваш верный вождь. Чурва! Довольно неожиданным твистом закончилась прошлая часть Кратко Про, оставив после себя кучу вопросов и загадок. И теперь самое время их решить. Эх, на улице весна, а ты снова завалил практическую работу, и военкомат тебе ласково шепчет на ухо, что призыв близко. Не волнуйся, Сворк 5 теперь тебе любая задача по плечу. Благодаря обширной базе ты можешь найти работу на любой вкус и цвет. Нужно подготовить курсач? Пожалуйста. Реферат по теме. Раскрытие идеи сосания писюна в творчестве Солженицына? Пожалуйста! 13 лет на рынке услуг, хороший показатель, чтобы доверить им свое будущее. А с промокодом DB22 ты можешь заказать себе диплом или диссертацию с 20% скидкой. Дипломированные специалисты напишут тебе работу любой сложности, ведь никто не откажет герою. Ворк 5. Ссылка в описании к видео. Так, так. После зачищалого в Прибыславице нас переносит в нашу комнату, любезно дарованную нам паном Ганушем за услуги перед Отечеством. А тем временем российские ветераны. Хоре! В которые я так ни разу и не заночевал, так как мельница стала моим вторым домом. Там же все свои. И Тереза, и Пешек, и Лобковые крабики, и уютная параша для чтения литературы. Пора наведаться к господам, чтобы узнать дальнейшие распоряжения насчет нашей службы. Разбойники бушуют и снова напали на пару деревень. Под удар также попали мрахоеды, на которые напали сразу же после битвы при Прибыславице. Но и тут все не так печально. Кметы отбились, и даже смогли взять пленного, с которым Индро должен непременно поболтать. А я поболтаю, вы уж мне поведете. И казалось бы, это не самое ужасное, но внезапно в горницу просит Тобиаш, местный мастер над монетой. Скажи, сколько грошей в Прибыславице были найдены? Мой господин, я встаю, что мои новости не лучше, чем в господинке. Как оказалось, гроши, захваченные в битве, фальшивка и дешевка. Причем отчеканенная сравнительно недавно. Гануш явно недоволен таким исходом. Так что теперь наша задача еще и найти фальшивомонетчиков. Но пока что отложим всю эту суету. Что-то я давно не видел моего стердачного друга Яна Птачика. Как оказалось, Ян здоров и бодр, только скучно ему сидеть в казематах, читая Библию. Парень хочет приключений, поэтому предлагает нам составить компанию и сходить в купальню врата и купальщице Кларе. Йос! Но без интима. Да ебаном! Соглашаемся и вечером наведываемся в купальню. Как оказалось, в кости я играю херово. Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука? В принципе, ничего нового. После, Пан предлагает погреть писюн в горячей водице, предварительно сложив одежду в сундук. Но я ведь не так прост. Тачику не нравится местное пойло, и поэтому он отправляет нас найти хорошее вино, хранящееся в подвалах ратуши. Предварительно забираем ключ из сундука Яна и легкой походкой двигаем к месту назначения. Находим кувшин, наливаем виноградную мочу и как по волшебству натыкаемся на охранника. Говорим, что нас отправил птачик за вином, и в доказательство показываем ключики, что ранее забрали из сундука. Охранник верит и отпускает нас. A few moments later Время ваннути! Время ваннути! Субтитры сделал DimaTorzok Далее неугомонный птачек решает подарить купальщице букет, но не венерологический, а нормальный такой. И теперь наша задача найти букет прекрасной клави. Чешем сад по нове и рвём как можно больше цветов. Ну с таким барским букетом на теперь любая лярва даст. Возвращаемся в купальне и... Чешем сад по новой лярва даст. Чешем сад по новой лярва. Чешем сад по новой лярва. Чешем сад по новой лярва. Далее сейчас прив 경우 мы в тposition чтобыerson принимать специ午 42 метод. Не, ну, это бан. Пора показать, кто тут босс-купальник. Смех. Просыпаемся где-то в жопе. Впрочем, ничего удивительного. Находим птачика в добром здравии, получаем от него гроши за букет, и на этом веселые похождения двух колдырей заканчиваются. Ну, отдохнули в купальне и хватит. Собираемся и выезжаем в мрхоеды. На пути встречаем человека, который предупреждает нас, что в деревне Мор спит ректальные кличи, и лучше туда не ехать, а то еще сдохнем кирам собачьим. Но нас это не сильно пугает. Так что приезжаем в поселок и начинаем опрашивать людей. В двух словах. Мужичье дало отпор негодяям, потому что вовремя заметили наступление и даже умудрились пленить одного из нападавших. И тут внезапно у них начался мор. Странно, не правда ли? Мелихар, местный заместитель покойного пана Смила, отправляет нас в монастык за информацией, дабы разузнать, что за хворь поголовно вырезает людей из код. И есть ли от этого недуга лекарства? Но перед этим нужно осмотреть больных и получше разузнать симптомы, из которых мы выявляем лютый дрыщ из заднего прохода, рвоту, галлюцинации и обезвоживание, вплоть до летального исхода. А в наше время такую реакцию можно получить только от... И от просмотра роликов российских ютуберов. Скачем на сивке в монастырь Досозава. Там находим брата Никодима и делимся с ним новостями по поводу вспышки чумы в Мрхуетах. Священник советует нам внимательно почитать трактат о болезнях, так как от этого зависит, какое лекарство и от чего мы его будем делать. Изначально я предположил, что это чума, так как многие симптомы совпадали. Но мои предположения развеяла моя жена, которая любит сидеть рядом и смотреть, как я футажики для роликов записываю. Она сказала, что я Рафлан Додик, и на самом деле в деревне массовое отравление гнилой водой. Скорее всего эти клятые разбойники перед тем, как нападать на деревню, отравили колодец, закинув мертвичинки, насрав туда или сделав что-то в этом духе. Говорим Никодиму, что это все из-за гнилой воды. Теперь перед нами выбор. Сделать лекарство самому, если у нас есть навык ведьмака, и отправить священника сразу в Мрхуеды. Или же потратить день на создание лекарства он им представителем церкви, а потом вместе отправиться в чумную деревню. Я решил сделать сам. А заодно расскажу вам про здешнюю механику зельеварения. По всему миру, в определенных местах, расставлены вот такие алхимические столы. Рядом с ними всегда находится своеобразная кулинарная книга анархистов, в которой находятся рецепты. Их количество мы можем пополнять, изучая всякие книжки и свитки. Строго следуя рецепту, мы берем ингредиенты и делаем с ними разные манипуляции, которые приводят нас к необходимому результату. К слову, намного выгоднее варить спасительный шнапс самому, чем покупать его у торговцев. Правда, узнал я об этом лишь спустя пару-тройку потраченных тысяч. По приезду в село, разделяемся с Никодимом и раздаем лекарства нуждающимся. Затем возвращаемся к Мелихару, докладываем, что всех вылечили, и нас наконец-то пропускают к пленному, которого, кстати, тоже не мешало бы подлечить. Даем ему лекарства, ждем, пока парень придет с себя более-менее, а затем начинаем допрос. Из диалога с пленным узнаем, что разбойники получали гроши от ныне покойного коротышки, ну, того бугая, что сцыганил меч кобылы и лицо, которого Индр вбял в деревянный пол. Карлик, в свою очередь, получал деньги от некого Гетмана, а сам Гетман, как оказывается, чеканит монету. О нем толком ничего не известно, ясно лишь, что он не местный, и кровь в нем явно не крестьянская. Это он организовал нападение на Мархуеды, в котором сам участвовать отказался. Также мы узнаем, кто передал фальшивые монеты разбойникам. Им оказался торговец Минхарт, с которым парень встречался на перекрестке рядом с угольными кучами подробный для передачи денег и иногда писем от Гетмана. Забираем не дошедшее до отресата письмо у пленного и обещаем ему быструю смерть от рук палача. Субтитры создавал DimaTorzok Отговариваем старого солому от кровной мести и отвозим пленника в Ротая. А еще я в перерывах между этими событиями любил понакупать разного алхоголя и ради рофла бухать его как вне себя, что приводило меня к забавным моментам, когда я просыпался, писюн знает где. Правда, в один момент мне это аукнулось весьма ожидаемым событием. Вот вы смеетесь, а на самом деле это трагедия. Перк алкоголизм нифига не положительный и срубает часть моих статов, делая меня чуточку убогим. А вылечиться от него очень и очень сложно. Прям как в жизни. Во-первых, мне надо долгое время не пить алкоголь. Вообще, даже спасительный шнапс. А поэтому я долгое время сохранялся сугубо в кровати. Во-вторых, надо пить напиток под названием собачья ебалда, чтобы хоть как-то ускорить лечение недуга. Вот так, дорогие друзья. Если будете бухать, то станете убогим дебилом. И хрен от этого вылечитесь. Водвигаемся к Рацугу, чтобы рассказать о своих успехах. Пан доволен поздравлением поселения, а также допросом разбойника. Поэтому советую без промедления езжать в Сазаву, найти Минхарта и надавить на его анал. Теперь пора отправляться на место встречи. Доезжая до поворота, я натыкаюсь на побоище, где явно все пошло не по плану. На дороге находим кровавый след, который выводит нас к стоянке углежогов. Давим на главного углежопа и узнаем, что они всего лишь забрали мешки с углем, а нашедшего на поле битвы раненого оставили в сарае. Заглядываем в сарай и находим там бедолагу. Он рассказывает, что его нанял для охраны Минхард, и на них напал в лесу рыцарь, который долгое время следовал за ними. Как он после очутился у углежопов, бедняга не в курсе. Напоследок осматриваем раны и спрашиваем паренька, как выглядел тот мужик, как вдруг... Что? Что? О Пусть как? Я не executed вам! Я не знаю ни какой percentage медвежопа… Господи в Сечки вы���шие из него взошлый пinn, беднём?! Мал느� 이거는 подходит под ходом, ковторые. Как это должно быть этот. И это все! Вы было ничего подобного? Я как заправский ковбой пытаюсь догнать Седого, но кем был бы Индро, если бы не я? В итоге, поехав не туда, вспоминаем письмо Минхарда, в котором он упоминал некого рыцаря, временно обитающего в корчме в Сазаре. Хм, похоже, это тот самый, что нам нужен. Доезжаем до Сазавы и находим весь мир за одним из столов. Видно, что старик чего-то боится и отвечать на наши вопросы в данном заведении не намерен, поэтому назначает нам встречу у большой Ивы, у пруда после заката. Сегодня у нас сбудет настоящий мужской секс. Дожидаемся вечера и приходим на рандеву под звездами. Что бы вы ни пытались сказать, слушать он вас не будет, так что остается махач. Бьем его мечом по жопе и в конце слышим «Хватит!» Мужичка зовут Улерих, но старая закалка делает свое и это единственное, что мы от него слышим. Седой уверен, что мы из банды фальшивомонетчиков, но КГ уверяет его, что лишь расследует это дело и не более. Рассказав Улериху, что мы работаем на рацико, мужичок смягчается и наконец-то беседа приобретает смысл. Он говорит, что Миндхарт из Пасау мертв. И единственное, что может сделать Индру, это свести Улериха и Тобиэша Фейфара, мастера над монетой пана Гануша. У рыцаря есть письменное разрешение, в котором говорится, как изготавливаются поделки, с которым может разобраться Тобиэш. Лыцарь отдает нам бумагу и возвращается Сазаву. А мы едем в Ратая. Мастер Тобиэш рассказывает нам, что место изготовления монет какой-то монастырь в Богемии, на что у мастера есть предположение, что это монастырь в Сазаве. В документах указано, что медные заготовки покрывали серебряной амальгамой, которая изготавливается из ртути и серебра, и мы вполне можем пойти по этому следу. Для этого нужно присмотреться к кузнецам в городе. Также мы узнаем, что писал эти заметки Климент Каплица, главный пиццель семьи Рожбергов. Богатой и могущественной семьи Южной Богемии, у которой личная неприязнь к Ратцагу. После нам нужно встретиться с Тобиэшом на постоялом дворе для дальнейших действий. Отправляемся в монастырь по наводке художника, чтобы расспросить про ртуть, которую он и никак не может раздобыть. Помощник-смотритель не хочет нам продавать ртуть, так что приходится снова надавить всем своим мастерством красноречия, чтобы узнать подробности. В итоге мы узнаем, что к помощнику пришли какие-то странные люди в канцелярию. Рыцарь Панежик со слугой по имени Рапота, кто живет как по ебану, который хотели выкупить всю ртуть, что имелось в монастыре. Помощник, конечно же, отказал, на что в ход сразу пошли угрозы, и он сдался. Ртутин относит часовеньку под большим деревом на холм за монастырем. Иногда ее забирает Рапота, иногда нет. Докладываем все, что узнали Тобиушу. Он делает предположение, что помимо амальгамы, фальшивым монетчикам нужны медные заготовки, а для того, чтобы их клепать, чеканный станок. Он советует нам найти в монастыре мастера гравюр Иеронима из Силезии и расспросить его. И как бы сейчас по заданию у нас наведаться в мастерскую, но и тут что-то получилось у меня не как у всех. Гуляю я такой, осматриваюсь и вижу человека по имени Рапота. Думаю, вот ведь удача, так сразу все и решу. Завожу, значит я диалог, а этот негодяй берет коней и драпает от меня. Я ведь тоже не так прост. Беру сивку и следую за ним до самого лагеря. Там нас уже поджидает Улерих, который посматривает за всем этим. Узнаем у Рапоты, что господин его на Скалецком руднике на восточной стороне в заброшенной штольне, где они обосновали лагерь и мастерскую. Рассказываем это Улериху и выдвигаемся в шахты. Добегаем до лагеря и устраиваем настоящий анал-карнавал неподалеку от входа. Порубив Работяк, залетаем внутрь и... Горосе Готт! И кто ты и что ты здесь нашла? Я из имени князь, который Милый Хауптман, Ратзи Кобила. И он здесь? Это не за сейс. Я уверен, что мы можем улучшить себя. Веземь, что я могу улучшить деньги. Как бы мы можем улучшить себя, что ты может улучшить тебя? И вот, начались тут. Косипоши надо пленных увести в ротари, а рыцарю убить всех, кто замешан в этом деле. Одни за одного короля, другие за другого. В душе Индра теплится надежда, что можно переманить старого вояку на свою сторону, чтобы он пожил еще десяток-другой годков, попивая пенное в корчме и лапая баб на лавке, но рыцарь решил иначе. Я бы михен в дире геталешт. Ты не был так шла, как я думал. Да и хуй с тобой, чмарила усатая, блять. Все равно ты мне не нравился, пониебъебучий. Расправляемся с Улерихом, забираем пана Ежика и отводим его к мастеру Тобиошу. Пленный уезжает в ротари. Нам советуют перетереть это дело с рацигом, но перед этим можно и отдохнуть после таких насыщенных приключений. Вы думали это все? А вот и нет. А вот и нет. А вот и нет. За то, что вы у меня такие замечательные дети космоса, я для вас приготовил бонус в виде квеста, который я запорол. Помните того священника-алкаша Богу, который любит бухать да баб по сараем водить? Мы можем получить у него очень замечательный квест. Святоша обеспокоен, что местная травница подбивает баб на колдовство и просит нас с этим разобраться. Мчим сестры Мглай вдоль локального леса и находим там нужную нам даму бальзаковского возраста. Через ласковый диалог с ней узнаем, что никого она не подбивала, бабы пришли к ней сами, чтобы купить какую-то странную мазь для связи с потусторонними силами. Мало того, она сама волнуется, как бы они дел не натворили, и тоже просит нас с ними разобраться. По наводке находим одну из трех многострадальных дам. Пытаемся уговорить ее, раб разумица, но писюн там плавал. Она говорит, что никого они не тронут и сами себе тихонечко покуролесят ночью в лесу. Ага, следим за ними сквозь леса и опушки, слушаем замечательные диалоги. И наконец-то обнаруживаем место их шабаша. Тут я и накосячил. Дело в том, что мое задание было понаблюдать, что будет дальше. А я подошел слишком близко и в итоге сами смотрите. Дело в том, что мы будем делать. Дело в том, что мы будем делать. Субтитры сделал DimaTorzok Тут-то и начинается самое странное. Видим мы все глазами зоофила Геннадия, который не прочь замучить с этой странной компанией. Правда, этот самый замут ставится перед нами в виде взлома свинячьего ануса. Субтитры сделал DimaTorzok Хотя самое забавное, что когда мы просыпаемся на утро, оказывается, что это были местные лесники, которые в шоке побежали нам с сатанистым рожей чистить. Само собой, Богу-то это не одобрил от слова совсем и сказал, что этот ужас будет на нашей совести. Еще одна замечательная ачивка в мою копилку. А на этом все, мои дорогие друзья. Большое вам спасибо, что все еще смотрите наши ролики. И еще большее спасибо тем, кто вдобавок сидит на моих стримах на Твиче, где я сейчас прохожу Метроэксорос, между прочим. Вы няши! Хоть куда. Кто писюн, а кто елда. До скорых встреч! Пока!